Дни Айги. Так организаторы назвали серию культурных событий и встреч, посвященных 80-летию поэта Геннадия Айги. Эту знаменательную дату поклонники его таланта отмечают в течение всего этого года. Поэт-авангардист известен не только в России, но и за рубежом. В рамках нынешней трехдневной акции состоялась фотовыставка, презентация книг, круглый стол с участием переводчиков и исследователей творчества поэта. Так сложилось, что народный поэт Чуваши – один из наиболее издаваемых и почитаемых поэтов-авангардистов во всем мире. Его читают и переводят более чем в 50 странах мира. Книга «Мир Сильвии» вышла в переводах на 12 языков. Сама история создания книги необычна. В 1991 году Геннадий Айги остановился в Париже у женщины по имени Луизы де Пилла, у которой была маленькая дочь Сильвия. В день, когда пришло время прощаться, мать попросила поэта написать в новую записную книжку дочери несколько слов на память. В книжечке было 32 страницы. На каждой из них за 32 минуты поэт написал по строчке. Ребенок в это время спал. Через какое-то время эту книгу нашли друзья поэта из Франции и напечатали на двух языках. Первые впечатления невероятно благодарственные, радостные. Сразу все это дышит любовью, вкусом. Кстати, в Национальной библиотеке в эти дни открылась выставка Анастасии Новиковой, молодого художника, чьи иллюстрации вошли в книгу. Малая родина всегда была для Геннадия Айги местом, где он черпал вдохновение. Вот и на этот раз в деревне Шаймурзина Батаревского района не обошлось без любимых песен земляка. В родной школе поэта все дышит его творчеством. 11-классники изучают стихи Айги по отдельной программе. Много делегаций, в том числе и зарубежных делегаций. Вот в прошлый раз в числе делегатов был такой фанат творчества Геннадия Айги. Он приехал из Краснодара автостопом. И у нас он неделю жил. Вот ночевал на могиле Геннадия Николаевича. Там у него появилось стихотворение. Теперь в школьной библиотеке будет и книга «Мир Сильвии». Книга, которая вся, в общем, не то чтобы детская, она какая-то о детская и сквозь детская. Она вся пропитана этим ощущением. Я думаю, что совершенно нету какой-то разницы. У нее такая принципиальная нарисованность, по-моему, это не было. Вот. И мне очень радостно, что она сегодня будет открыта на многих языках. С удовольствием приезжает на родину мужа Галина Кубарская Айги. У нее много приятных воспоминаний. В конце 90-х Геннадий Николаевич получил премию в Южном Тироле и поэту Нормерта Касара. Он в честь этого перевел одно его стихотворение, которое называется по-немецки «Пихта», «Ляхе». А по-русски, то есть у Чувашки, Генн сказал, что у них такого нет. Он сказал, что это черная ель, как будет? Хура. Хыр. Хура-хыр. Вот что-то вроде хура-хыр. Друг подарил Айги пихту, и он посадил ее на родине. Из 30 сантиметров саженца получилась высокая зеленая красавица. Она как символ вечной жизни. Также вечно с нами будет и поэт, прославивший Чувашию на весь мир.